Всем привет! Сегодня сыграем в гравитационную версию Гранит 3 и проведем определенный эксперимент. Нам понадобится только лишь дед, чтобы бабка не мешала. Выбираем деда, сландрин отключаем. Оставляем изи и стартуем. Мы сегодня будем пробовать выгнать ворона с помощью поляной спичек и дождаться его появления. И по просьбе подписчика будем пробовать устранить ворона в воздухе. Но для этого нам нужно отнять у деда дробовик. Мы сами не знаем, в какой момент прилетает ворон. Еще ни разу не видели. В общем, у нас должны дрова прогореть. Что здесь есть? Давайте смотреть. Доски нет. Ух ты, ни мишки, ни полена нет. Сейчас побежим к машине. У нас сегодня задача разжечь костер и отнять дробовик у деда. Спички уже есть, ура. Здесь ничего. Кстати, он может уже спит. Представляете себе везение такое. Нету. Так, это педлоки не нужен. Скорее всего, дед ушел на улицу. Ёхарный, обычный. У нас гравити мод, кстати. А давайте на кухню, он не знает, что я здесь буду. Так, 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 куда пойдешь? Хорошо, если спать. Ничего. Посмотрим, что у нас находится на кухне. Может быть, кокос или что-то еще. Может, мишка будет. Пусто. Полен есть, ура. Все, можем разжечь костер. Но нам смысла нет разжигать, пока мы не добудем дробовик. Давайте пока что все подготовим. Поехали на лифте. Данный эксперимент предложил подписчик. Его сегодня и проверяем. Если заранее нажать, не влияет. Полено донесем. Мишка здесь, ура. Неужто Сандрина нам может выдать веб онкей. Ой. Открывает. Здесь пока что кинем. И прыгнем в лифт. Дед будет думать, что я на втором этаже. А мы пока что сходим за спичками. Более комфортно. Так-то где? Не вижу. Чукарный вышень! Вау! Да почему так-то? Я же ему сказал, что я на втором этаже. Или он теперь меня ищет? Он знает мои координаты. Хорошо, значит сейчас сразу же захватываем спички. И бежим сразу на кухню. У нас фора-то будет, ведь явно. Это есть. Побежали. Кстати, может и спать пошел. Нам пока что не везет и он не спит. У ворона возможно будет веб онкей. Что нам бы дало возможность отнять у деда дробовик. Кстати, заброс. Ведь у нас гравити мод. Поехали. Спички тоже поехали. Боюсь бросаться. Видите мишка где у нас находится? О, как классно. Если у нас в японке и находится у ворона, то можем смело его прогонять. Берем Михалыча. И пока что прыгаем. Выпускаем. Ой, сейчас он нас забакует. Все, поехали дальше, быстрее. Деду даю понять, что я прям здесь. А сами мы поедем на третий этаж. Заброс. Играем сегодня специально в гравити моде, потому что я после видео данный мод расшарю в группе ВКонтакте. На. Ух ты, закинули таки. Смотрите, отсюда видно две вазы. Вот такой ракурс есть. Видим две вазы с Андрину. Ключ в воздухе оставила. Это сейв кей. Сейчас будем выяснить. Ах ты. У нас там доска. Запулился, ура. Давайте запустим манекен. Давайте запустим манекен. Все, можем смело ставить уже доску даже. Он даже эту дверь не вскрывал. Ни разу не ходил, не любовался на себе в зеркало. Прикол. Деда здесь пока что нет. Справа не бывает. Сейчас посмотрим, что он здесь. Моя картина. Крэнк. Ладно, возьмем на всякий случай. Ах ты, я ж могу разбиться. Ключик смыть и поднимаем. Заброс. Смотрите, где я вообще нахожусь. Взяли. Ну рискнем. Дед не здесь. Кокос. А вот в кокосе Виапанкей. Дед пошел спать. Ес. Сейчас отнимем. Кокос полетел. Я вам в одном из видео по Грэнни моду говорил, что я данный мод расшарю в одном из следующих видео. Вот сейчас и наступит тот самый момент. Побежали зажигать камин. После этого будем ждать прилета ворона снова. Ах ты, спички немножко взлетели. Все, дабылик есть. Крэнк просто в воздухе висит. Мы с вами, если пойдем. Да, но интересно, что же у нас находится в кокосе. В принципе, давайте разрежем. Вдруг рогатка, тогда у нас будет два оружия. Он вырос прям под лестницей. Мы сегодня с вами проводим эксперимент. Что будет, если мы ворона сгоним с гнезда, что мы уже сделали. И после этого дождемся его. И устраним в воздухе. Здесь как раз таки был в японке. Камушки в воздухе летают как звезды. Ладно, пешочком. Интересно, как он вообще прилетает в гравитационном моде. Так же или нет? Рогатку просто оставим где-нибудь в беседке. Заброс. Все полетело. Так, а нам с вами надо будет найти дробовик. Вот и он. У нас два выстрела всего. Еще не вернулся. Вот откуда он прилетает? Кто бы знал. Сейчас мы это и посмотрим. Если он располагается клювом к нам, значит он оттуда и прилетает. Но все-таки интересно посмотреть данную анимацию. Жестер какая-то смерть летит. Он в воздухе не устраняется. Вау. Вы же видели, он летел прямо на выстрел. Ему ничего не стало. Так, конечно, ключ он мне сейчас не даст. Клюет. Полено поджечь не сможем, потому что оно уже прогорело. Давайте его тогда устраним. И попробуем заново. Ух ты, дед, пошел. Ничего себе, как красиво. Ты отсюда попадешь, интересно? Попадешь? Вот я, вот я, вот я. Попадешь? Ах ты, так давай стреляй. Прикол. Что? Он меня не видит. У нас сегодня курьезный момент. Да неужто ворон не устраняется рогаткой? Попробуем сначала ворона в воздухе устранить. Если не получится, попробуем уже в гнезде. Нету, деда. Нету. Поехали ставить планку. Смотрите, планку выжимает, выжимает. Так хорошо повезло. Но дед же спать может. У нас сейвки улетел аж на четвертый этаж. Видите, выше третьего поднялся. Ладно, мы пока рискнем планку поставить. Смотрите, до чего дошел риск. Не в комнату, идиот. Ладно, отходим. Кокос-то вот где оказался. И тут у нас проводок. Ладно, он не нужен. Мы игру не проходим. Ладно, хоть дед глухой. Куконат. Йокарный выжжен. Слепой. Сейчас зайдет, слушаем. Зашел, но не слышно было. Тогда его закрываем на всякий случай. Тут похоже в сигаре пунктей. Йокарный выжжен. Ну успел. Ой-ой-ой. Это был риск мега уровня. Я здесь вот. Так, сматываемся. Режем углы. И закрываемся. Все, успели. А, ладно. Так, сходим. Сейчас будем зажигать бревно. Спички вот где. Все, взлетные конфеты получены. Если дед помешается, его устраним. Все, ворон улетел. И мы сейчас будем его ждать. Скорее всего, и рогаткой ворон тоже устраняется. Все, ждем. Мы сегодня проводим эксперимент. Во-первых, смотрим, как у нас возвращается ворон. И, во-вторых, проверяем, можно ли его устранить в воздухе. Из дробовика не получилось. Летит. Раз, два. Да ладно, тонь. Вообще, ноль эффекта. Все, бежим набирать камушки и проверим, можно ли его устранить из рогатки. Так, у нас камни же в воздухе летают. Вообще, отсюда его устранить. Что? Ох ты, так он прямо летит. Сейчас попробуем ему в голову попасть. Нужно только камни набрать. Видите, за счет гравитации нет дуги. Полета камня. Эти камушки, как звезды мигают. Так, ну похоже, не дотянемся, да? Дотянулись. Он только слетает, видели? Вот он слетает. Вот он слетает. И сбоку. Вау, то есть его нельзя устранить. Рогаткой. Еще раз заходим и добываем дробовик. Если придумаете какие-нибудь интересные эксперименты, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Буду проверять. Доски нет опять. Это редчайшее место. Мишки нет. Раз дед дверь взламывал, значит он пошел, к примеру, в ванную. И он нам не опасен. Ничего. Такси это когда пойдешь. Ох, зашел. Это успех. Космического уровня. Все, у нас есть заряженный дробовик. И сейчас будет ворон скоро. Так, его запуливаем. Спичек я не видел, сейчас ищем бревно. У нас как будто бы перламутровые фасады полок. Поджигаю, еще раз пробуем. Для закрепления материала. Постараюсь выстрелить тогда, когда ворон будет поближе. У нас сегодня был интересный момент, что ворон подскакивал на гнезде, когда я в него стрелял аж от машины. Смотрите, сколько автора дал времени, чтобы вы успели добраться до гнезда. После того, как подожгли камин. Так, все летит, молодец. Стреляем. Стреляем. Не, не, второй раз не дали выстрелить. Нет, он не устраняется в воздухе. Ну что ты говоришь, смейте. Давайте устраним его с другой стороны. Он разворачивается постоянно. Не дает забрать ее банкей. Разлетелся на перья. Мы сегодня с вами выяснили, что оказывается ворона в воздухе устранить нельзя ничем. А рогаткой он не устраняется вовсе. Давайте на этом видео закончим. Оцените его лайком и обязательно комментируйте. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok